Дуэль достойная финала. Заключительная игра одного из главных соревнований России по мини-футболу. Подмосковная «Динамо» в ответном матче финала Кубка России против московской «Дины». Обе команды сильно нервничали и желали победить. В первой игре финала со счетом 5-3 победу одержала «Дина». Но судьба Кубка по регламенту и уже традиционно решалась здесь, в Щелково. Московская команда с 2006 года не могла обыграть «Динамо». И первый матч финала 2017 с тех пор впервые прервал это отставание. Подмосковной команде надо было отыграть два мяча и продвинуться вперед. Сегодня на второй игре Кубка играют две сильнейшие команды. Игра очень яркая, невозможно отравить взгляд. Каждая команда получает много фолов, и это только усложняет задачу обыграть противника. Первый тайм закончился со счетом 1-1, что только подогревало интерес болельщиков. «Ярких моментов достаточно много, потому что обе команды играют в интересный футбол, много опасных моментов. Но я думаю, что «Динамо» победит. Да, почему? Потому что мы просто сильнее, у нас видно больше азарта у игроков. Даже было видно, что в конце тайма мы очень сильно прижали «Дину», при том, что у них тоже полно хороших игроков, сильных. Мы сидим, кусаем ногти, переживаем. Когда «Дина» подбегает к нашим бородкам? Меня просто пригласили на игру, и несмотря на то, что я тут первые 25 минут, но у меня прям все бурлит внутри. Решающим моментом игры стал конец второго тайма. Чтобы победить в финале за 2,5 минуты «Динамовцам» нужно было забить трижды. За минуту 15 до конца «Хозяева» попали в ворота Дины. Второй гол пенальти за полминуты до финального свистка. «Динамо» оставался один гол. Считанные секунды и штанга. Если бы мы не забили второй гол, то, наверное, «Динамо» все-таки могло нас дожать, и уже 3-1 это уже нас не устраивало бы только счастье. «Динамо» обыграло московскую команду на второй игре финала со счетом 3-2, но по сумме двух матчей уступила трофей Дине. «Мы трудились, готовились, терпели, и эти две игры показали, что мы достойны были финала. А финал, вы сами понимаете, что здесь бывает и так, и так. Но здесь все-таки нам помогла наша вера в то, что мы могли этот кубок выиграть». «Это победа для них, для наших близких, и я очень рад, я счастлив, что удалось этого достичь спустя 14 лет. Ну, в общем-то, сыграть в финале, наверное, а выиграть спустя 17 – это кубок, это большое счастье». Московская команда стала победителем 8-го Кубка страны впервые с 1999 года. По словам тренера «Динамо», в обеих играх финала решающую роль сыграли нюансы. Болельщики продолжают верить в подмосковную команду и ждать новых побед. Марина Познякова, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова